у нас такой свет не очень в плане того что сейчас темнеет рано я думаю многих так в общем а здесь у нас еще лежит ламинат который нужно постелить и вот такая очень интересная находка это рамы рамы которые мы приобрели по очень хорошей цене с шикарным золочением по моему это 50 на 70 сантиметров я покажу как это будет выглядеть потом в итоге при с готовой работы у меня уже есть некоторые идеи что я хочу воплотить с этими рамами мы их купили по очень хорошей цене у нашего мастера несколько штук и это дерево представляете дерево широкое резное с таким шикарным золотением в этом видео главная тема это цветочная интерьерные работы которые я уже показывала на канале в коротких видео выполнены на заказ для моей постоянной покупательницы из европы она любит всегда добавление разных декоративных элементов виде бусин виде камушков натуральных и второй диптих тоже выполнен на заказ для русской покупательницы тоже постоянная уже покупательница которая мини галерея моих работ если так можно сказать вживую они смотрятся более светло на видео в принципе это тоже передает и сегодня я также хочу показать написание процесса пионов на бумаге это бумага для масла и я вначале показываю некоторые оттенки которые буду использовать процесс написания начинаю не с вазы уже цветов но тем не менее я постаралась сделать процесс более понятным для вас и показать большую часть написания данной работы обычно я выкладываю более быстрые видео но здесь я его вообще никак не убыстряю единственное были некоторые моменты детализации которые я не записала но в целом начальный и финальный этап я думаю можно понять кстати пишите тоже свои отклики если вам нравятся такие видео с написанием цветочных мотивов и я планирую выпустить дополнительные обучающие видео к весне потому что я думаю у меня и у многих из вас будет вдохновение к написанию замечательных работ с цветами есть много идей прекрасные референсы которые можно использовать и создавать изящные красивые работы это розовые пионы и здесь я пишу их кистью и мастихином сами бутоны прописываются мастихином чтобы добавить текстуры и объема и используются бархатистые серые и оливковые оттенки оливковый оттенок это кстати готовый цвет по моему рембрандт или шминки но очень красивый именно в готовом варианте и сам цвет пионов мне захотелось сделать такой насыщенно розовый скорее ближе даже к цвету манжента знаете пион такой многообразный цветок что его не встаешь рисовать создавать экспериментировать и совершенствоваться в этом можно очень долго то есть и от какого-то своего стиля к чему-то новому экспериментируя добавляя новые элементы уметь находить тени из цвета чтобы это выглядело более реалистично или же наоборот от жесткого входить более нежному и более мягкой интерпретации на холсте это не так легко как может показаться но вполне достижимо и дальше предлагаю досмотреть это видео уже просто под музыку без моих комментариев и обязательно пишите понравился бы ли понравился ли вам сюжет и хотите ли вы видеть больше картин с цветами больше мастер классов на моем канале для меня важно ма ваше мнение и ваши отклики ма ваше мнение и ма ваше мнение и ма ваше мнение и ваше мнение и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok